Мы сейчас делаем бизнес-планы для очень многих городов мира. Потому что те проблемы, которые надо сейчас решать, там проблема пробок, их надо решать. То есть проблема доставки последней мили, проблема торговли, которая сегодня есть, доставки. То есть это то, что делает и Амазон, и Алибаба, то есть и Яндекс, это роботизированная система. Вот мы разработали сегодня новую систему, а это просто технологические решения, которые будут этому сопутствовать. Лондон в 1861 году запустил первое метро и показал, что развитие всех мегаполисов 20 века без метро невозможно. Потому что миллионы пассажиров под землей, они не мешают перемещению. Значит, соответственно, мы сегодня делаем такой же концепт, который позволит сделать не метро, а микрометро. То есть когда тротуары, и под тротуарами есть микрометро, микротрубы, по которым роботы-доставщики все развозят, вывозят мусор, утилизируют. И 75% перевозок, которые сегодня идут в городе, вы просто их не увидите. Помните в знаменитом фильме такой, говорит, ты видишь суслика? Он говорит, нет. А он там есть. Почему суслики? Потому что наши эти роботы называются кибергоферы. То есть суслики, они бегут в тоннелях. Так вот, они будут перевозить 75% всех грузов в городе, а вы их не будете видеть. То есть 75% машин, которые сегодня ездят и что-то возят, они уйдут. А пассажиры будут ездить, когда над пешеходной зоной, вот то, что вы показали, небольшая эстакада, там будут ездить роботы, которые будут возить пассажиров, туристов. И вы на ходу в этой кабине можете получать пиццу, которую вы заказали, или там бутылку кваса, которую на ходу этот робот вам привезет и, соответственно, передаст. Это новый вид туризма, это новый вид коммуникации, это новый вид переезда. А вот когда мы оформим это Юнетом, когда вы будете в ней жить и перемещаться в этой же капсуле в Париж, то это будет вообще новое качество. Но я вам могу сказать, это намного больше, чем просто электромобиль, это новый концепт. То есть вот эта капсула, которая на мобильной платформе, она многофункциональна. То есть она может ехать на такой платформе, она может ехать по аллее и по рельсам, она может плыть на гондоле, она будет стоять у вас дома, вы в ней будете находиться. И, по сути дела, для того, чтобы вам, допустим, съездить в Париж, вам можно будет в этой капсуле, не выходя из нее, она будет сначала приедет в аэропорт, потом погрузится в самолет, прилетит в Париж. И это абсолютно как бы то, что мы сейчас реализуем, и мы разрабатываем и такие средства. У нас есть инженерная команда, которая разрабатывает сейчас электросамолеты. И это все называется общим концептом. То есть если говорить, что сейчас мы живем в эру интернета, то есть это информационное перемещение, то это сеть следующего поколения, это Юнет. То есть Юнетворк – сеть нового поколения.